Всем привет, друзья! Какое-то время назад мой коллега, видеоблогер Райкер, взял интервью у Дэвида Брэвика, разработчика из Blizzard, который играл важнейшую роль при создании Diablo 1, Diablo 2 и немножко даже поработал над Diablo 3. Он ушел из Blizzard в 2003 году, чтобы заниматься собственными проектами, но несмотря на это является и по сей день носителем редкого и ценного знания о том, какой была кухня Blizzard в те годы при разработке игр Diablo и какой могла бы быть эта франшиза, если бы разработчики до конца следовали изначальному плану. Интервью получилось очень емкое и, мне кажется, чрезвычайно интересное для любого фаната Diablo. Мы перевели это интервью и в тексте выложили на нашем сайте ariad.ru, читайте на здоровье, если хотите. А в этом видео я хотел бы сосредоточиться на самом интересном, на мой взгляд, из того, что было в этом интервью, какими изначально разработчики планировали сделать Diablo 2 и Diablo 3. Итак, друзья, разработчики не были до конца уверены в начале, над чем они хотят работать, над Diablo 3 или над вторым аддоном к Diablo 2. В итоге мы знаем, победил версия с Diablo 3, но работа над вторым аддоном ввелась. И в частности, планировался еще один герой для Diablo 2, клирик. По словам Бревика, геймплей клирика должен был очень сильно отличаться от геймплея за всех остальных героев Diablo 2, да и вообще всех RPG того времени. Это был бы в первую очередь саппорт с большим количеством лечащих умений, которые лечили бы и самого клирика, и его сопартийцев в Diablo 2. Ну и, разумеется, для сольной игры он бы тоже подходил, и в таком случае атаковал бы монстров в основном заклинаниями, атакующими область вокруг него. Так что среди вещей, которые планировались в Diablo 2 и до нас не дошли, были второй аддон и клирик, новый персонаж. Поразительно! И следующий момент, о котором нам рассказал Бревик, просто колоссальный. Некоторые из вас, возможно, помнят, как я фантазировал о том, вот было бы здорово, если бы Diablo развивалась по пути World of Diablo, и, может быть, пришла бы на место уже устаревающего где-то World of Warcraft. Так вот, об этом Blizzard думали ещё в 2003 году. Изначально Diablo 3 должна была быть MMORPG. Среди вещей, которые Бревик изменил бы в нынешнем Diablo 3, он отметил очень маленькие коридорные локации, в которых мы движемся от чекпоинта к чекпоинту, а он хотел бы, чтобы локации были большие, масштабные, с уголочками тёмными, с закоулочками, которые мы бы исследовали, находили бы в них разные вкусняшки в качестве награды за наше любопытство. И всё это должно было бы быть в MMORPG-версии Diablo 3. И я могу догадаться, что такая Diablo 3 гораздо была бы сложнее к реализации, чем та Diablo, которую мы увидели в итоге. И более того, я думаю, что MMORPG-шная Diablo 3 конкурировала бы с Вовом, и, возможно, поэтому MMORPG Diablo 3 отменили. И, кстати, кое-какие наработки Бревика и его команды по отменённой Diablo 3 в сеть всё-таки попали. Я думаю, что некоторые из вас ещё до выхода Diablo 3 в 2012 году видели вот этот вот скриншот, и Бревик подтвердил, что он, ну, по крайней мере, соответствует тем концепциям, которые нарабатывали Бревик и его команда ещё тогда, в районе 2003 года. И, согласно интервью, Blizzard не особенно-то заморачивались со сюжетом, предполагаемый MMORPG-шной Diablo, потому что в MMORPG сюжет второстепенен, и, играя, вы концентрируетесь на совершенно других вещах. И вот мне интересно, тот сюжет, который мы в итоге получили в Diablo 3, не является ли отголоском этого того вот старого отношения к сюжету Diablo? Ну и так, просто мысли вслух, я думаю, что не является. Не поддавайся скверне! И ещё один момент, который, если бы был реализован в Diablo, просто по-другому заставил бы нас взглянуть на эту игру. На какой-то стадии разработки Diablo 2 в этой игре не падали вещи из монстров. Ну, изначально делали, как в Diablo 1 убил монстра, получил вещь. Но потом однажды Бревик спросил у коллег, друзья, вам не кажется, что вот странно немножко убили летучую мышь, получили из неё алебарду? Не находите ли вы в этом что-нибудь противоестественное? И Blizzard попытались найти подход, при котором вещи, друпающиеся из монстров, как-то больше соответствовали бы самим этим монстрам. И в итоге пришли к системе, когда из монстров не падали вещи, а падали куски их тел. Убили летучую мышку, получили её крылья и убили другого монстра, получили мозг, глаза, кишки, сердце, всё что угодно, и с этими кусками тел уже шли в город и в городе крафтили себе вещи. Система чем-то похожая на то, что в Diablo 3 происходит с амулетом адского пламени. Но только в Diablo 2 так вообще все предметы должны были добываться. И разработчикам эта идея понравилась, они её реализовали, но однажды Брейвику позвонил Майк Морхем, это самый главный по Blizzard, и сказал, дружище, клёвая идея, мне нравится, но сам посмотри, открываешь инвентарь, там сплошные глаза, мозги, кишки, сердца, открываешь сундук, там тоже самое. Это уже перебор, это просто какая-то непролазная кровища. Это уже не RPG, это уже симулятор маньяка. Брейвик посмотрел и согласился, да, действительно сплошная кровища, сплошные кишки в игре. Так что в итоге вернулись разработчики к изначальному сценарию, где мы убили летучую мышку, получили алибарду. А если бы не смягчили, если бы оставили все эти мозги в инвентаре, то Diablo 2 могла бы быть ещё мрачнее. То есть представляете, сколько всего могло бы быть иначе? Второй аддон к Diablo 2, новый персонаж клирика, это уже мелочью кажется в контексте всего остального. Diablo 3 могла бы относиться к другому жанру, могла бы быть MMORPG. И самый фундамент этой серии, вещи, выпадающие из монстров, мог бы не существовать, начиная с Diablo 2. А представляете, как сильно бы изменилась Diablo 3, если бы уже Diablo 2 основывалась сугубо на крафте? И напоследок маленький бонус, не имеющий отношения к тому, что не было реализовано, это как раз было реализовано. Все помнят коровник из Diablo 2, там коровы мычат, довольно смешно мычат. И для записи этих звуков му были приглашены сами разработчики, и около 40 версий звуков му, произнесённых разработчиками, в итоге попали в игру. Заходите в коровник и слышите, как разработчики Blizzard мычат. Мне кажется, это мило. Друзья, большое спасибо, что посмотрели, надеюсь, вам было интересно, что вы думаете, правильно или неправильно поступили разработчики, отказавшись от этих изначальных идей, и в итоге, пойдя по тому пути, по которому пошли, пишите, как обычно, в комментариях, а я прощаюсь с вами, до скорых встреч! Му-му-му-му-му-му! Продолжение следует...